МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что нам дождик проливной в Чувашии отметили день Батаревского района, несмотря на непогоду. Где-то убыло, но в основном прибыло. На еженедельном совещании УВРИ у главы Чуваши обсудили итоги социально-экономического развития Республики за первое полугодие 2015-го. Пешеходы отдельно, велосипедисты отдельно в Чебоксарах протестировали новую велодорожку. Пожалуй, как никогда сейчас актуальны прогнозы погоды. Уже несколько дней непогода бушует на территории Чувашии. За прошедшие выходные в Чебоксарах выпало около 70 миллиметров осадков. В Республике от 36 до 55. Это связано с действием атлантического циклона, центр которого находился в непосредственной близости от Чувашии. В ближайшие дни пока сохранится неустойчивая погода. Мы будем находиться в том у этого циклона. В среду четверг ожидается выход еще одного волнового южного циклона с Черного моря. Осадки с ним будут связаны метаном в южных и юго-восточных районах республики. А в выходные дни ждет еще один циклон. На этот раз северо-запада, вмеряющийся северо-западный циклон. Осадки могут пройти в ночь с субботы на воскресенье. Предположительно, такая неустойчивая погода, в Чувашии сохранится еще около 10 дней к концу месяца. Стоит ждать улучшения погоды и установления сухой и жаркой погоды. Ненастная погода, сильный ветер и дождь стали причиной многих происшествий. Рассказами очевидцев пестрят социальные сети. МЧС предупреждает о возможных катаклизмах. Так в столице республики Чебоксарах на улице Кирова в Чапаевском поселке размыло дорогу, в результате чего образовалась огромная яма. Как утверждают очевидцы на форуме «На связи», дорожное полотно начинает размываться и на второй полосе. В воскресенье из-за порывов ветра на улице Чапаева возле первого подъезда дома номер 8 упало дерево. В северо-западном районе на стройке нового торгового центра ветер уронил ограждение, а сильный дождь затопил котлован. Ограждение было оперативно восстановлено, однако рабочие уже второй день не могут продолжить работу. В Новочебоксарске в ночь с 12 на 13 июня из-за непогоды возле дома номер 22 по улице Терешковой упало дерево. К счастью, никто не пострадал. Жители опасаются, что от порыва ветра старые деревья могут упасть и причинить вред горожанам. МЧС предупреждает, старайтесь закрывать окна и балконные двери, не ставьте машины под деревьями и по возможности сократите время пребывания на улице. А водители соблюдайте скоростной режим. К другим новостям. По итогам первых шести месяцев года в Чувашии увеличились производства сельхозпродукции. Вот жилья, выросла заработная плата и сократилась номинальная безработица. Такие данные прозвучали на еженедельном совещании у временно исполняющего обязанности главы республики Михаила Игнатьева. Среди негативных тенденций снижение темпов в обрабатывающей промышленности. Влияние на это оказывает сокращение производства на предприятиях концерна тракторные заводы. Сокращено производство вагонов, зоопромтрактор-вагон. Основная причина – профицит подвижного состава на рынке грузовых вагонов России, а также значительное повышение цен на ряд материалов и комплектующих. Предприятие, тем не менее, реализует комплекс мер по диверсификации производства, осваиваются новые виды продукции по кооперации внутри концерна, загружаются незадействованные производственные мощности непрофильной продукции. Падение спроса на железнодорожные вагоны повлекло за собой падение литейного производства. Сейчас на предприятии пытаются найти заказы в автомобилестроении энергетики с учетом программы импортозамещения. Ищут взаимодействие в сфере гособоронзаказа. Промтрактор прогнозирует рост производства, есть контракты, но до конца года предприятие, конечно, не сможет наверстать упущенное. В целом, если взять там сам завод и промтрактор вагон, стоит практически. Я об этом говорил, представители правительства и министры промышленности об этом знают. Нет оборотки, это мы все понимаем. По 4 тысячи работников в отпусках, это мы тоже все прекрасно понимаем. Выполняя трудовое законодательство, работодатели работают. Поэтому там о росте речи не может быть. По кургану у них, по линии Миноборонзаказа, хорошие заказы, хорошие платежи, отдельные заказы должны они на площадке тракторного завода разместить. В отличие от машиностроения, на предприятиях электротехнического кластера зафиксирован рост. По словам замминистра, Инна Антонова увеличилось производство в текстильной промышленности. На отдельных производствах увеличение в два раза. Сейчас идет работа по созданию кластера легкой промышленности. По оценке в первом полугодии 2015 года, объем инвестиций составит 26 миллиардов рублей, или 98 процентов в целом. По 2015 году планируется капиталовложение в размере 57,8 миллиардов рублей, или 94 процента. Основные сдерживающие факторы – ограничение доступа компании к финансовым ресурсам, ужесточение внутренних условий заимствования. Выросли в первом полугодии объемы строительства. За шесть месяцев построено 4860 квартир. Это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Снизилась просроченная задолженность по заработной плате. Ликвидированы долги в Чуваш-Автодоре, в заводе модульной оснастки. Но сохраняется задолженность в Чебоксарской типографии номер один на промтракторе и агрофирме «Агрочаки» урмарского района. Михаил Игнатьев просил все отраслевые министерства активнее вести работу с проблемными предприятиями и их руководителями или собственниками, чтобы они своевременно и полностью выплачивали зарплаты. Что касается финансового положения республики, то по словам министра финансов Светланы Янилиной, Чуваша отошла от кризисного сценария развития, но пока не достигла базового. Основные параметры исполнения по консолидированному бюджету дохода у нас составили 98%. При этом собственные доходы с ростом на 1%, безвозмездное поступление уменьшено на более чем 7%. Такое состояние по безвозмездным поступлению с федеральным бюджетом сохранится по году, потому что мы уже все знаем, что расходы федерального бюджета в текущем году сокращены на 10%, и, соответственно, такое сокращение мы ожидаем по году также. 18 муниципалитетов допустили снижение собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение в Янтиковском, Шумерлинском районах и в Чебоксарах. Восьми поступлений доходов выше, чем в 2014 году. Что касается налоговых доходов, то они с ростом на 3,7%, но при этом такие налоги, как налог на имущество с уменьшением, почти на 10%, минус 173 миллиона рублей. Налог на доходы физических лиц мы тоже имеем с минусом, минус 197 миллионов рублей. Расходы консолидированных бюджетов районов и городов республики составили 9 миллиардов 200 миллионов рублей. Больше всего потрачены средства на образование и жилищно-коммунальное хозяйство. Татьяна Молкова, Сергей Рябчиков, Республика. В аграрном комплексе республики наметился рост производства. По предварительной оценке индекс объема произведенной продукции составит 103%. Такие цифры на еженедельном совещании привел министр сельского хозяйства Сергей Павлов. Погода подпортила планы сельхозтоваропроизводителей. Продолжительная июньская засуха стала причиной снижения объемов производства зерновых и зернобобовых культур. В целях республики было собрать в этом году 580 тысяч тонн. Теперь в прогнозах на 10 тысяч тонн меньше. Но все равно этот показатель превысит прошлогодний. В 2014 собрали 554 тысячи тонн. Большую роль сыграют погодные условия и во время сборки урожая. Зато обильные дожди, которые жители Чувашии наблюдают не первый день, положительно скажутся на росте картофеля, сахарной свеклы и других овощей. Динамик у нас положительный. Это благодаря тому, что в последние годы был рост инвестиций. Особенно в прошлом году в два раза больше инвестиций было вложено в агропромышленный комплекс по сравнению с 2013 годом. В этом году динамика объема привлечения кредитов у нас положительная. На сегодняшний день 3,1 миллиарда рублей полученных кредитов. Это на 33% больше, к соответствующему периоду прошлого года. Конечно, здесь уже Ирина Николаевна сказала, что основная доля роста – это сельхозорганизации. А личное подсобное хозяйство идет у нас также сокращение получения кредитов. Где-то к уровню прошлого года составляет всего 30%. В 2015 году объем государственного финансирования агропромышленного комплекса составил 2,7 миллиарда рублей, что на 11% выше к уровню прошлого года. Благодаря оказанной поддержке сельхозтоваропроизводители смогли организованно провести весенние полевые работы. Это позволило довести общую посевную площадь до 573 тысяч гектаров, или на 19 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Положительная динамика отразилась на ценах сельхозтоваров. Цены у нас для сельхозтовопроизводителей были благоприятными. Единственное у нас это болезненно было – это цены на молоко. Но сейчас вот средний базовый закупчик на молоко охлажденного первого сорта без НДС у нас составляет 15 рублей 98 копеек. И если сравнить с уровнем прошлого года, это на 4% уже выше. И в последнюю неделю отмечается рост закупчих цен. И по информации руководителя молокоперерабатывающих предприятий, рост он в дальнейшем уже продолжится. Но пока в личных подсолненных хозяйствах у нас цены, они сохраняются, но варьируют от 11 до 13 рублей. Чувашия вошла в число 8 регионов, где увеличивается производство молока и численность скота. И сегодня в России развитие молочного скотоводства – одно из перспективных направлений. В стране дефицит молока. Он оценивается специалистами в 9 миллионов тонн. В связи с этим необходимо наладить справедливые отношения между скупщиками и производителями молока. А также наладить прямые поставки сельхозпродукции в города. Нужно создать, организовать работу по созданию условий для реализации продукции по прямым схемам. Леонид Ильич, Олег Борисович, ярмарки выходного дня, дайте возможность ягоды продавать, дайте возможность, соответственно, другую сельхозяйственную продукцию. Не создавайте бюрократию. Нормально организуйте, есть соответствующие улицы, перекрывайте их, дайте возможность, чтобы они могли приезжать, могли продавать. Анастасия Алексеева, Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. В эти выходные жители Батыревского района отметили день своего муниципалитета. На праздник приехал и временно исполняющий обязанности главы республики Михаил Игнатьев. Праздник состоялся, несмотря на дождливую погоду. На поляне деревни Бахтигильдина местные жители сражались за призовые места в футболе, баскетболе, невольной борьбе. Все сельские поселения района развернули свои палатки на выставке достижений. Гостям здесь презентовали подделки из дерева, национальную вышивку, неоригинальные блюда. Подготовили и насыщенную концертную программу. На сцене в этот день выступали звезды чувашской эстрады и районные коллективы. Дожди не смогли омрачить праздничного настроения батаревцам. Я хочу поздравить всех вас с этим замечательным, прекрасным праздником, праздником с Днем Батаровского района и с хорошим подарком Всевышнего. Благодатный дождь, который дает нам всем урожай. Михаил Игнатьев выразил слова благодарности жителям за добросовестный труд. Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что с каждым годом в районе повышается уровень жизни, благоустраиваются дворы и улицы. На устойчивое развитие сельских территорий сегодня направлена и государственная политика. На праздники вручали и награды. Семья Кариковых из села Сугуты была удостоена ордена за любовь и верность. Рабочий визит Михаила Игнатьева в Батаревский район не ограничился только участием в праздничных мероприятиях. Временно исполняющий обязанности главы республики ознакомился со строительством новой дороги и встретился с многодетной семьей, построившей новый дом на государственные субсидии. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Открытие нового акушерского пункта для жителей деревни Сигачи – событие большое. Раньше ФАП располагался в деревянном пристрое. Местные медики говорят, что работать в таких условиях было невозможно. Постоянно протекала крыша, отопить кабинеты не могли, даже мощные обогреватели. Фельдшерские пункты отапливались печками, дровами топили. Холодно было, дороги не было у нас. Мы все на тракторе, на тележке возили больных. А сейчас все хорошо. Скорая приезжает. Как только позвонишь, сразу приезжает скорая. Этот ФАП будет обслуживать сразу две деревни, где проживают более 700 человек. Перерезать красную ленту доверили самым юным жителям. Михаил Игнатьев отметил, что программа строительства ФАПов в республике будет завершена. До конца этого года необходимо открыть еще 33 пункта. Это уже шестой медпункт в нашем районе. На моем участке это уже второй медпункт. Нижний Турмышевский ФАП сегодня тоже готовится к открытию, уже готов к открытию. Там тоже персонал не нарадуется, как и на этом же медицинском пункте. Что, конечно, хочется сказать, что это у нас село многонациональное. Тут живут у нас мордва, русские, чуваши. И, конечно, для оказания первичной медико-санитарной помощи, это, конечно, для населения, это участок очень хорошо. Временно исполняющий обязанности главы республики говорит, что ежегодно для благоустройства чувашских сел из бюджета выделяются значительные средства. Супруги Трифоновы в прошлом году получили социальные выплаты на строительство жилого дома. Теперь у каждого члена семьи есть отдельные комнаты. Сюда подведен газ и даже водопровод. Сперва через организацию строили дом, сперва накрыли и построили. Еще год собирали, можно сказать, денежные средства. Потом после этого субсидия здорово помогло. И сразу, можно сказать, домой начали жить в этом доме. Где-то 30% от стоимости, от сметы. Получить субсидию супругам помог руководитель фермерского хозяйства. Глава семейства работает здесь механизатором. Долгие годы Трифоновы проживали в деревянном доме. Возвести новое жилье без государственной поддержки было бы не под силу. Насчет Михаила сказать, я уже повторюсь, наверное, добросовестный работник. Его отметили в этом году, на году из Аблантуево, на районном празднике. Мы присвоили звание лучим механизатор района. За это большое спасибо руководству района, за то, что они ценят таких работников. Необходимость была строительства нового дома. И мы подрядным методом решили строить для него дом. И подключили и хозяйство, и все вот эти вот помощи, материнский капитал. И все вот это совместно мы начали строить дом. В республику в рамках программы «Социальное развитие села» из федерального бюджета было привлечено порядка полутора миллиардов рублей. За это время новое жилье построили 4,5 тысячи семей. В Чувашии продолжается программа строительства дорог. Михаил Игнатьев ознакомился с работами по прокладке асфальта в деревне Нарваш-Шигали. Раньше здесь существовала только грунтовая трасса, но уже давно назрела необходимость ее реконструировать. Все работы должны быть закончены через два года. Временно исполняющий обязанности главы региона попросил не забывать подрядчиков. О качестве. Медрик Ковалев, Алена Алтухова и Олег Якимов. Республика. А теперь о событии, которые даст импульс дальнейшему развитию православия, сохранению общественного согласия в обществе. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между кабинетом министров Чувашии и Чебоксарско-Чувашской, Канажской и Алатарской епархийами русской православной церкви. Сохранение духовной культуры и единства республики, строительство храмов, духовно-нравственное воспитание молодежи. Это основные направления взаимодействия четырехстороннего соглашения. Отдельные соглашения с Чувашской митрополией уже заключили Минобразование Чувашии, Минздравсоцразвития республики, УФМС и УФСИН по Чувашской республике. Мы, органы власти, создаем благоприятную, комфортную среду для того, чтобы все конфессии имели возможность верить, молиться, делиться, общаться. С одной единственной целью, чтобы на Чувашской земле жили все миры и согласии, жили дружбы, чтобы была в обществе общественно-политическая стабильная ситуация. Храмы должны иметь соответствующую красоту, памятники, истории и культуры должны реставрироваться с одной единственной целью, чтобы они привлекали людей, чтобы от этой красоты любви было больше, от этой красоты наше социальное самочувствие и жителей, и верующих, и православных было еще лучше. Крестные ходы и паломничество, просветительские конференции и православные фестивали. Проведению всех этих мероприятий, согласно соглашению, теперь будет содействовать кабинет министров Чувашии. А 31 июля будет подписано соглашение о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента России по ПФО и метрополией регионов Приволжского федерального округа. Министр внутренних дел по Чувашии Сергей Семенов отчитался о результатах работы своего ведомства за первое полугодие. Полицейские приняли 165 тысяч обращений, зарегистрировали более 7,5 тысяч противоправных деяний. По эффективности раскрытия преступлений более 70% Чувашии на третьем месте в округе. По расследованию тяжких и особо тяжких вообще на первом. На стадии приготовления и покушения предотвращено около 500 преступных посягательств. Завершены дела по 70 преступлениям, совершенным организованными преступными группами. Достигнуто снижение общего количества совершенных ДТП на 7,5%. Сократилось количество погибших в них людей на 12%. Но, к сожалению, выросло количество раненых людей в ДТП на 7%. Сократилось количество практически всех основных видов ДТП, которые вызывали беспокойство. Это истолкновение, это наезды на пешеходов на 10%, опрокидывание, ну и так далее. ДТП с участием детей до 16 лет сократилось на 6%. К сожалению, не уменьшается количество ДТП, совершаемых водителями в нетрезвом виде. При этом пьяная преступность в целом все-таки сократилась. Отчасти потому, что полиция жестко боролась с незаконным оборотом алкогольной продукции. Выявлено 53 преступления, которые совершили 37 лиц. Проведено более 1200 проверок торговых учреждений. За различные нарушения в сфере реализации алкогольной продукции, помимо возбужденных уже 53 уголовных дел, 148 административных протоколов, на уничтожение по решению суда передано почти 8 тонн алкогольной продукции. Среди 78-двух преступлений экономического характера, третья часть имеет коррупционную направленность. Сумма возмещенного ущерба свыше 800 миллионов рублей. Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов. Республика. Это все новости на сегодня. Встретимся завтра в эфире национального телевидения Чувашии. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин